Одно устройство как показатель развития ситуации в целом. Представляя новый ноутбук от Samsung, генеральный директор Yota Денис Свердлов подчеркивает важность события. Развитие линейки устройств для пользователя от модема через коммуникатор до ноутбука. Samsung NC10, первый в России ноутбук со встроенным модулем WiMAX от Yota. Российский провайдер WiMAX уже протестировал в своей лаборатории 15 моделей ноутбуков, но первый прокладывает дорогу. Если говорить о нашем портфолио, то мы выделяем, собственно, две большие группы. Одна группа – это ближе к ноутбукам, то есть это CPU-устройства, ноутбуки и модемы PCXS как-то – это одно направление. Второе – это мобильные телефоны. Если говорить про модель потребления на персональном компьютере, то это эволюционный шаг, он понятен, потому что на сегодняшний день с Wi-Fi ни у кого не возникает вопрос, почему он внутри. Удивляет, когда это какая-то штука из ноутбука в связи с Wi-Fi торчит. Такая же ситуация будет происходить и с WiMAX по нашим ожиданиям. И в этой связи, да, безусловно, это старт некой вот этой вот модели изменения, изменения модели потребления, о которой мы говорили. То есть мы ожидаем, что этих ноутбуков с обстановленным модулем в России будет очень большое количество. И это будет влиять на модель потребления наших пользователей. И мы всегда задаемся вопросом, когда продается 4 миллиона ноутбуков в год в России, это кто – это новый пользователь или те, кто меняет себе ноутбук? Я думаю, что здесь примерно тот же баланс сохранится. То есть люди, которые сейчас будут покупать для себя новые ноутбуки, они, конечно, когда будут выходить и смотреть на спецификации, для них наличие WiMAX, как мне кажется, будет важным фактором, потому что мы предложили все усилия для того, чтобы ноутбук со встроенным WiMAX не отличался по стоимости от модели без модуля WiMAX. Поэтому это не вопрос выбора по цене, это вопрос выбора по функциональности. И в основном, когда я прихожу и смотрю много ноутбуков, не все примерно по функциональности примерно одинаково по стоимости, но при этом у этого ноутбука есть возможность высокоскоростного выхода в интернет, это, на мой взгляд, будет важным фактором для принятия решения. И те пользователи, которые уже купили себе ноутбук, и имеют довольны, для них есть другие опции, они могут купить для себя модем и пользоваться модем. И когда они будут покупать себе новый ноутбук, собственно, для того, что они уже выберут для себя ноутбук со встроенным модулем. Сотрудничество Yota и Samsung – факт давний, и даже в ближайших планах очень продуктивный. Сам ноутбук создан не просто в рамках этого сотрудничества, но и максимально удобным именно для российских условий. Установлены батареи повышенной емкости, строгие условия по цене, и это еще не все. Мы очень плотно занимались тест-сервинг в сети, потому что для нас очень важно было добиться очень хорошего качества сигнала с учетом встроенной антенны в дизайне монитора. У нас проводилась серия ТТСов, где мы меняли конструкцию и, собственно, подходы к тому, как это сделать. Тоже была очень плотная техническая работа. У нас есть группа нашей компании, специальные подразделения, которые, собственно, занимаются всеми устройствами. Они практически из Азии не вылазят. Это Тайвань, Корея, живут там. Собственно, они выписаны для того, чтобы продукты, которые мы привезли сюда, чтобы мы гордились нашим логотипом на этом продукте. Я могу уже анонсировать, что один телефон мы делаем уже вместе с Samsung. То есть мы планируем выпуск один телефон Samsung. А у нас планируется довольно много моделей с Samsung. Как в ноутбуках, собственно, у них одна модель, потому что у них есть модификация, но модель одна. А в других компьютерах такие модели, как X460 и X360. То есть мы работаем над вот их популярными моделями, чтобы там тоже появилась такая возможность. Генеральный директор Yota с уверенностью говорит и о перспективах развития. В том, что касается возможностей пользователя, подписаны соглашения с большинством правообладателей медиа-контента. В свободном для прослушивания доступе уже более 350 тысяч треков. В том же, что касается самой компании, цифры тоже внушительные. На этот год запланировано около 200 миллионов долларов инвестиций. Мы поинтересовались у Дениса, какова же ситуация с покрытием сети. Ну, я бы так сказал. На сегодняшний день я доволен динамикой. То есть сейчас мы строим быстро. Потому что осенью мы строили медленнее, чем я ожидал. Сейчас мы в плане, и я думаю, что этот вопрос перестанет быть вопросом уже в ближайшее время. Вы знаете, мы, наверное, конечно, не сопоставимы пока. Но если говорить именно о том, какое количество наших пользователей получают услуги в местах, где-то необходимо, такое количество пользователей, ну, их очень много. Ну, в Санкт-Петербург и Москва примерно одинаков. В Петербурге чуть больше плотность в радио районов, поэтому есть ощущение, что покрытие получше. Если говорить о следующем, то по степени покрытия это Уфа, потом идет Сочи, потом идет Краснодар. Кстати, в качестве удобства для потребителя Денис приводит один факт. Сейчас пользователь йота скачивает в среднем 11 гигабайт в месяц. В прошлом году этот показатель был всего лишь 5 гигабайт.